Всем привет! Сегодня мы открываем новую рубрику. Рубрика называется «Ответы на ваши вопросы». Дело в том, что YouTube-канал мой уже начинает потихоньку разрастаться, становится всё больше и больше комментариев. И я заметила, что некоторые комментарии повторяются, некоторые вопросы повторяются. И я решила, что вот эта рубрика «Ответы на ваши вопросы» довольно-таки нужна уже, да? И сегодня мы разберём такой вопрос, как найти японские рафки в интернете, где их найти, где искать. Конкретный сайт искать вам не могу, и сейчас потихоньку расскажу, почему. Самый простенький способ найти рафскана – это просто загуглить его название. Причём загуглить нужно не русское название, не английское название, не испанское, не китайское, а именно японское название. Причём японское не романджи, не вот такое японское название, а вот реально вот эти вот японские иероглифы наши. Мы их где-то находим. Мы находим их либо в Википедии, либо мы находим на какой-то читалке, где у нас присутствует японское название, копируем это дело. Ctrl-C выделяем, копируем. Заходим в Google, пишем в Google название нашей только что скопированной манги, которую мы ищем. И добавляем слово либо zip, либо rar, архивы ищем, либо rav. Вот так вот. Вот это дело мы ищем. Нам Google выдают какие-то результаты. Первые результаты, которые мы видим, это какие-то сомнительные такие названия. URAGP.U какой-то mangaray.com О, Господи, какие-то сложные такие названия, которые не вызывают доверия, да? Вызывают доверие с сайтики по типу facebook.com, какой-то там inoboku.tv, Amazon и YouTube, естественно, вызывают доверие. Но на вот этих вот сайтиках facebook.tv и так далее вы не найдете халявных рафсканов. Почему? Потому что это официальные сайтики, скорее всего, какие-то идеи у вас ну просто на процент лицензии не попускает в данных сайтах халявный рафскан вам скачать. Нам нужно искать конкретно вот эти вот сомнительные сайтики. То есть вот это вот откроем. Что-то у нас получается. Похоже, ничего не получается. Что-то долгое грузит уже. Так, включаем дальше вторую ссылочку, третью ссылочку и давайте четвертую ссылочку. Так, откроем. Вот такие сайтики нам нужно искать. Вот такие сайтики. Это каталог ссылок. Они все очень похожи друг на друга. Это что такое? Секундочку. Это у нас download тоже есть. Да, тоже. Куча-куча каких-то ссылочек есть. В общем, это просто каталог ссылок. Третий сайтик тоже выглядит довольно-таки похоже на все это дело. То есть здесь у нас есть поисковая строка. Здесь какой-то там столбик с другими названиями, с другими мангами предлагаются, которые нам предлагаются. А здесь наш контент. В этом контенте у нас есть какие-то ссылочки. То есть на различные файлообменники. Здесь у нас файлообменник Jolin File. Здесь у нас тоже поисковая строка, боковая панелька и наши ссылочки. Раз, два, три, четыре, пять. Куча-куча различных ссылочек. Здесь тоже поисковая строка, боковая панелька, куча-куча разных ссылочек. И эти ссылочки предлагают нам скачать несколько томов либо сразу, либо по отдельности эти томики скачать. И в общем, да, целый томик скачать себе на компьютер. Через какой-то файлообменник. Допустим, давайте кликнем на одну из них. Вот сюда, допустим, клик. Так, быстренько покажу примерчик. Файл, файл найден. Это просто-напросто удивительно, потому что частенько мы кликаем на какие-то ссылочки и нам пишут, что файл не найден, извините, да, идите в другом месте. И нам приходится наши поиски дальше продолжать, искать что-то другое. Но, видимо, данный титул, который я взяла, да, вот этот, как он называется, ЮКай, секретные службы Я, это довольно-таки популярная манга. И я думаю, что ее реально можно быстро найти, быстро скачать. Вот, значит, размер файла у нас есть. Файлик тоже присутствует на этом сайте, кликаем, допустим, на медленное скачивание, там нужно нам посмотреть все рекламы, проигнорировать все эти премиум пакеты покупку и в конце концов вы это дело можете скачать. Как конкретно это делать, я это показывать не буду, я думаю, сами разберетесь. Вот, значит, вот это вот реальный способ, как можно скачать, первый способ, как можно скачать томик манги, который нам нужен. Вот, далее что? Бывает такое, что вот этот, вот данный случай, он подходит для манги, которая вышла в томике, то есть она выходит не в журнале, а уже реально томик манги вышел какой-то. А если же манга выходит в каком-то журнале, да, допустим, у нас есть журнал Shonen Jump, да, нам нужно, и вы, допустим, знаете, что, допустим, в Shonen Jump выходит, кто там у нас выходит, допустим, Fairy Tail, по-моему, выходит в Shonen Jump, я даже не знаю, да, вообще нам нужно будет найти, чтобы взять новую главу этого Fairy Tail, нам нужно найти новый выпуск в Shonen Jump, то есть мы загуглим название Shonen Jump, пока он пишется по-японски, потом у нас Shonen Jump, вот это он, ищем Wikipedia, Wikipedia, кликаем Wikipedia, ищем японское название, вот это вот оно, да, Ctrl-C, перейдёмся обратно в наш угол, кликаем сюда, кликаем 2020 год, пишем, и, допустим, нам нужен выпуск, я не знаю, какой сейчас последний выпуск вышел, ну, пускай просто хоть какой-нибудь найдём, и вот нам тоже он сначала предлагает кучу официальных сайтиков, официальные, 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 да, мы забыли написать слово RAV, R-A-V, вот так вот, да, тоже, и вот это уже более какие-то интересные сайтики должен нам выдаст, наверное, вот это вот что, похоже, это оно, то, что мы ищем, сомнительное название ищем, так, это да, очень похоже на него, что здесь можно что-то скачать, видите, какой-то файл, лист такой-то, здесь можно что-то скачать, если вы, правда, не понимаете, а вот, download, то через torrent, и в общем, да, вот в таком формате тоже это дело можно скачать, то есть вы скачиваете не целый томик книжки, потому что ваша конкретная глава здесь ещё не выпущена в таком формате, да, она опускается в еженедельных либо ежемесячных какие-то журнальчиках, и вы просто-напросто скачиваете весь этот еженедельный или ежемесячный журнал, и там находите нужные вам странички, вот, это как бы такой второй способ, далее способы ещё какие есть, а, а, да, ещё что-то хочу сказать, то, что поиск в Google не всегда находит нам нужные результаты, Google становится всё более и более коммерческим, то есть там вы легко найдёте какие-то продукты, товары, услуги, это будет вам прям, Google-то прям всё делать для того, чтобы вам помогли это легко и быстро найти самое лучшее для этого, но если вы ищете какие-то такие вот RAV-сканы, допустим, PDF-ки, RAV-сканы, какие-то, я не знаю, научные статьи какие-то, не просто какой-то там блок какого-то новоиспечённого, ну, не просто когда статья какого-то новоиспечённого блогера, а реально какую-то научную статью, чтобы если вы хотите найти там, допустим, какую-то там, не знаю, историческую статью, которую там уже какие-то профессоры писали, да, то тут Google всё хуже и хуже ищет вам нужные результаты. Google продажный, Google выдаёт только те результаты, которые, так сказать, проплаченные, да, и это становится всё хуже и хуже, я считаю, что Google, на самом деле, это делает, ну, короче, мне кажется, что вскоре большинство людей от Google откажутся, как раз таки, из-за того, что Google стал таким коммерческим. Так вот, если поиск в Google вам таких вот результатов не дал каких-то, да, чтобы, ну, не дал вам нормальный поиск, не нашёл вам то, что вы ищете, то пользуйтесь другими этими поисковыми системами. У нас есть ещё Яндекс, Yahoo, Mail.ru, Rambler и куча-куча других, там, Bing. Выключить этих поисковиков, у нас на самом деле ещё пока что полно, там вы можете их найти. Искать в файлообменниках конкретно сразу у вас вряд ли получится, потому что обычно названия файликов, они довольно-таки заковеристые, и по названию манги в файлообменниках вы найти файлик вряд ли сможете. Вот, допустим, здесь уже видно, что файл not found, то есть это ссылочки частенько ещё эти тоже не работают, бывают, да, почему? Потому что люди, которые за лицензией следят, они стараются вот такие файлообменники, точнее, ссылкообменники найти и их заблокировать, да. Допустим, первая ссылка, которую мы открывали, помните, вот Google дал нам первый результат, секундочку, давайте кликаем назад, 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 вот эта вот ссылочка, которую мы нажали там, она у нас долго открывалась, в конце концов, она открылась, но сказала, что какой-то эрор произошёл, да. То есть, этот сайт, который выдал Google нам первый в поисковой строке, он уже не работает. Скорее всего, он был точно такой же, как вот эти вот сайтики, ссылкообменники, каталоги ссылок, и его уже раскрыли, раскусили и его уже заблокировали. Поэтому какой-то конкретный сайт про рекомендовать я вам не могу, я не могу сказать, что, допустим, заходите на сайт www.urajp.eu, потому что там вы найдёте всё. Я такого сказать не могу, потому что, возможно, через недельку этот самый сайтик www.urajp.eu возможно, его заблокируют и через какое-то время он уже не будет работать. Эти сайтики, они постоянно прыгают с одного сервера на другой сервер, домины постоянно тоже меняются, но, в принципе, весь смысл у них остаётся примерно то же самое, да, то есть, ну да, пытаются как-то перескакивать с места на место, пока что. Пока что это ещё действует в нашем нормальном рунете, да, то есть не в Таркнете, а в общем нормальном рунете, интернете всё это пока что действует. Если Google вам найти ничего не может, то ищите в других поисковках, так это я уже сказала. Следующий способ, следующий способ это форумы, различные форумы. Вы можете в различных форумах задать вопрос, что вот я ищу равка на такой-то манге, возможно, кто-то из вас её имеет. Возможно, у кого-то есть эти самые равки, возможно, кто-то сможет с вами поделиться, да. Допустим, раньше был у нас такой сайтик jcafe24.net, он, к сожалению, уже больше не существует, но вот это был такой яркий пример, где у нас был такой форум, где люди обменивались ссылочками на те или иные тайтлы манги. Допустим, здесь я нашла все, почти что все равсканы манги шимосека, да, с кучными, где не существует самой концепции, прошлых шуток. Не только манги, но ещё и лайт-новеллы. Единственное, что лайт-новелла 11-й последний том, и дополнительный какой-то томик, его я так нигде и не нашла, его, видимо, никто ещё так не сосканировал. Вот, но вот такие вот формы, данный конкретный сайтик, он уже не работает. Дело в том, что за сервак нужно платить, и у них кончились деньги, чтобы платить за этот сервак. Им это дело надоело, они закрыли этот самый J-кафе. Ну, таких сайтиков формов ещё тоже некоторое количество существует, и можно их тоже как-нибудь найти. Следующий способ, следующий способ, это если у нас есть какая-то манга не очень знаменательная, да, допустим, у нас вот этот манга, да, она у нас вышла вместе с анимешкой, и она такой маленький проектик такой, и его найти конкретно мангу будет очень-очень сложно, то есть, если мы здесь загуглим вот это вот оригинальное название плюс слово RAF, RAF, Google нам выдаст RAF анимехи, RAF анимеха такая-то, RAF анимеха всякая-то, куча-куча оригинальных каких-то официальных сайтиков, вот это что такое, торрент какой-то, да, торренты, скорее всего, какие-то мультики будут наскачивать, на торренте обычно книжки не выставляют, обычно там мультики сами выставляют, анимехи, ну да, это анимешка, ой, ова и так далее, в общем, да, тут тоже нам придется потрудиться поискать нужную нам ссылочку, допустим, если мы то же самое ведем в Яндексе, я уже пыталась как-то так его найти, пишем в Яндексе, и он нам находит опять-таки анимехи, анимехи, Википедия, и потом еще что-то, это снова торрент этот, потом получается нуаки раф, это опять-таки если бд рип или подобные какие-то символы присутствуют, означает, что это анимешка, так, что тут у нас есть, что тут у нас есть, раф, 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 это все, все, как бы, все не то, все не то, это все анимешки, если вот, а, это я в гугле снова загуглила, надо было в Яндексе, вот, пишем в Яндексе, и вот первая же ссылка у нас списана raf-zip.com, вот, видите, уже случай, она находит только анимешки, а Яндекс находит другие результаты, которые нам более-менее подходящие, но, правда, здесь написано новелла, да, и первый, второй том, а тут у нас три тома в этой манге, то есть, эти третий том находятся, вообще пока неизвестно, возможно, это даже и не манга, а именно вот эта вот ранабэка, ранабэшка, которая книжка с парочками картинками, ну, в общем, хоть что-то, да и нашел этот наш Яндекс, возможно, если мы дальше будем поиски наши продолжать, вот там дальше кликать два, такой поиск нам не дал результат никакого, то мы можем наш поисковый запрос немножко уконкретить, да, то есть, мы пишем в конце вот этого слова манга, манга, то есть, он нам нашел анимехи, он нам нашел новеллу, а нам нужна манга, вот, что у нас тут, вот это вот манга, манга, вот это оно, что ли, нет? Сейчас посмотрим, нет, то же самое, та же самая ссылочка, по-моему, да, новелла, новелла, это все новелла, так, давайте закроем все лишнее, чтобы она не путала меня, вот, мы тут Яндекс смотрим, так, Love Heaven, Read Manga, не то, мангазона, мангазона, ничего себе, фу-фу-фу-фу-фу-фу, тут тоже какие-то эти самые, ну, обычно, тоже каталоги этих самых, каталог ссылок, сюда вставляю снова наше название, убираю слово RAF, что он нам даст, новеллу снова нашел, в общем, да, если поискать, то что-нибудь да и получится, если слово манга не получается найти, со словом манга, да, то можно попробовать найти еще слово, это манга на японском, то есть мы включаем Google Переводчик, кликаем манга, нам нужно с английского на японский перевести, упс, на японский, все правильно, и вот эти иероглифы, катакану мы копируем, Ctrl-C, и вставляем вместо слова манга вот так вот, возможно, так вам получится, все-таки, хочешь что-то более подходящее найти, если нет, то есть еще вариант написать слово томик, то есть вместо манга пишем слово том, том по-английски будет volume, volume, и нам нужен конкретно вот этот вот символ, вот этот вот символ означает том книжки, Ctrl-C, копируем его, вместо этого удаляем, Ctrl-V и вставляем, вот так вот ищем, и вот видите, тоже на какие-то там, сид, рафс какой-то на шоу, давайте кликнем на этот сид, раз, посмотрим, что он нам даст, тоже новеллу, или все-таки мангу нам даст, это похожие анимешки, категория анимешки, рафки, это все не то, ну, в общем, да, тут надо просто, просто искать, 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 в конце концов, что-нибудь да и найдете, далее способы, где можно еще найти рафсканы, далее рафсканы можно найти, если вот такая, такая прям, допустим, вот этот манга, да, возможно, ее рафсканов конкретно и нету в интернете, хотя по идее они есть, да, то есть как бы уже эту мангу перевели полностью, я считаю, что если манга перевезена, то где-то рафсканы все-таки и валяются в интернете, если же манга какая-то прям новенькая, или очень старенькая, и не популярная, то есть способ ее найти в интернете, купить в Амазоне, оригинал какой-нибудь, да, там в Амазоне, на ebay, еще какие-то там барахолки, да, там это самое, ее купить, заказать себе домой, взять в руки, взять сканер, отсканировать все странички и сделать самолично эти рафсканы, допустим, это такой способ мы сделали с мангой земляничные яйца, то есть, знакомый мой из Украины, по-моему, из Украины, короче, он нашел, он фанатик этой манги, был земляничные яйца, давайте сейчас загуглим ее, земляничные яйца, вот это вот она, вот эту мангу мы перевели и превратили с японского, и вот эти вот сканы японские, он просто-напросто нашел нужные ему журнальчики, заказал их в Японии, каким-то образом они приехали к нему, он их все отсканировал, и мы их самолично выпустили вот таким вот образом. Это тоже как способ тоже считается, там есть люди, которые такие редкие издания пытаются найти, и эти редкие издания, они обычно не сканируются вот здесь, допустим, допустим, мы здесь до этого посмотрели пример с этим, с мангой UK секретные службы и я, его очень легко было найти, почему? Потому что популярная манга, популярный титл, тайтл, и да, его было легко найти. Вот, непопулярные титлы приходится покупать самолично, сканировать самолично, заниматься пиратством самолично. Следующий способ, это мы в поисковой строке забиваем RAV Manga, и нам поисковик выдает список сайтов, где мы можем найти опять-таки RAV сканы постранично, то есть до этого я показывала пример, где мы можем скачать целый томик сразу, даже бывает, что несколько томиков сразу можно было скачать, либо целый журнал там сразу, то вот на таких вот сайтах, вот это, допустим, mango.zuki.club, senmanga, тут мы можем найти с мангу постранично. Это такие, как сказать, читалки, японские читалки, то есть они тоже неофициальные, не лицензионные читалочки на японском языке. То есть у нас есть читалки на английском, читалки на русском, там испанском, китайском и так далее, а есть еще и на японском. Выбираем опять-таки либо в поисковой строке вбиваем нужное нам название, либо ищем как-то вот таким вот образом, кликаем, допустим, сюда. Находим нужную нам главу, которую мы хотим скачать, кликаем глава, допустим, четвертая. Секундочку, ждем. И вот они, наши странички. То есть в этой главе у нас сколько страниц? Не написано. Не написано пока сколько страниц. В общем, да, вот каждую страничку мы отдельно берем, скопировать, сравнить изображение как и сохраняем себе на компьютер. Вот. Сцен манга, в принципе, то же самое. Тут еще также можно найти не только какую-то мангу конкретную, отдельную тайтл, но также еще и журнальчики. Да, как видите, тут у нас есть еженедельный этот самый, мурнин какой-то, да. Потом ежемесячный шоу-нэн-магазин, допустим, кликнем на него. Кликаем на него, и он нам выдает сколько страниц? Сейчас он загружается какое-то долгое время. Вот. Он нам выдаст 852 страницы. То есть, вот эта первая страница загружается, когда она будет готова, ее тоже можно будет нажать правой клавишей и сохранить себе на компьютер. И вот все 852 страницы вы можете по отдельности себе на компьютер скачать. Либо весь, либо все-все-все сразу, либо избрано, допустим, в данном журнальчике вы ищете какую-то одну определенную мангу, находите только ее странички и только их и скачиваете себе. Вот. Минус таких читалках в том, что они, ну, я уже сказала, что они добавляют только актуальные какие-то названия, актуальные тайтлы, актуальные манги, которые, ну, новенькие что-то добавляют. Что-то более старенькое здесь найти уже довольно-таки сложно. Вот. Есть еще несколько способов, но видяшка уже идет довольно-таки уже долго. Я, наверное, разделю эту видяшку на две части. И в следующей части я расскажу, как скачать всякие манги, которые выходят у нас в интернет-сайтах, с официального интернет-сайта, как их можно там скачать. Допустим, манга Кокурисан у нас выходит в журнале Ганган Онлайн, да? Или Джокер. Или Джокер, они выходят. Ну ладно, потом мы найдем. Значит, в следующей части я расскажу, как это вот делать, как скачать серовсканы с официальных сайтиков. На этом пока что все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры Алексею Дубровскому!